Буквально день назад, 31 мая 2016 года, на сайте госзакупок правительства Свердловской области был размещен тендер на общую сумму более 55 миллионов рублей. По условиям конкурса на эти деньги, подрядчиком, который выиграет тендер, будет проведен вот на этом участке автодороги Первоуральск-Шаля. Капитальный ремонт отрезка протяженностью более 2,5 километров. Ремонт должен будет начаться в июне 2016-го, а закончится спустя полтора года, уже в октябре 2017-го. Но в июне ремонт вряд ли начнется. К этому времени департамент госзакупок лишь определится с подрядчиком. Все работы начнутся лишь после заключения контракта. Сделать предстоит немало. Обустроить объездную дорогу, построить водоотводы, заменить ограждения и знаки, положить новое покрытие и даже построить несколько остановочных комплексов. А пока, в ожидании ремонта, водители вынуждены лавировать между выбоинными и ямами. Ямы. Люди съезжают на обочину. То есть, неадекватная она какая-то. Как все российские дороги, у города ямы. По условиям тендера, ремонтироваться будет участок от 9 до 11 километра. Но состояние этой дороги весьма удовлетворительное, говорят водители. Гораздо хуже дела обстоят 2-3 километрами раньше. На спуске с горы теплое. В связи с этим редакция телеканала Интера ТВ отправила в областное управление автомобильных дорог запрос. Мы хотим выяснить, почему 55 миллионов рублей в буквальном смысле хотят положить не туда. Александр Перминов, Владимир Махмутов, Интера ТВ